Нельзя! Вот так же Леся лаяла и в тот день, когда в квартиру ввалились трое и начали ломать шкаф в стене, рассказывает хозяйка. Они выкидывали на пол детские вещи, порвали календарь и обои. Я сюда подошла, они открывают дверь, у них был лом, такой лом высоты, наверное, метра полтора, толстый такой, железный. Их было трое, они зашли, два мужчины и девушка с ними. И вот он прямо сюда пошел и стал сразу же, тот ему говорит, что все, сразу ломай, ломай стену, ломай стену. Вот он сразу начал с этого. И они прямо стали, вот это все, вот дверь сразу, дверь отломили, косяки, все вообще, вот это вот все, вот эти все доски, все. Беспорядок в квартире учинил соседа, точнее сказать, второй собственник жил площади. Хозяином мужчина стал год назад, но до сих пор не жил здесь ни дня, уверяет хозяйка. Дурягиным эта квартира по наследству должна была достаться целиком. Здесь когда-то жил дед Наталья, здесь росла ее мать, она сама, а теперь и три ее дочери. Но так получилось, что после смерти бабушки дед снова женился. Эта бабушка взяла у отца документы, она в общем-то человек не очень хороший, она документы взяла, мне так сказал сам отец. Она выкрала документы, буквально дословно, выкрала документы и что-то с ними сделала. И паспорт, и все, он мне еще сам говорил, что квартира это ваша, никто ее не возьмет. А она как-то смогла, видимо, взять. Дедушка умер при странных обстоятельствах, а его вторая жена долго не пускала Дурягиных в квартиру и даже, говорят, побила детей при переезде. Спустя несколько лет она продала свою часть имущества незнакомому мужчине и родовое гнездо превратилось в коммуналку, по крайней мере, на бумаге. Жить он здесь не собирается. Это риэлтор, его знают почти, мне кажется, больше половины города. То есть его знают в милиции, его знают в опеке, ну много где. И слишком все ему сходит с рук. Он старается приходить в квартиру, когда мамы и бабушки дома нет. Собирается сломать стены, отрезать трубы в ванной, привезти цыган. Жалуется женщина. Обещает, что сделает так, что сами в деревянный дом убегут. Чего на самом деле хочет второй собственник и собирается ли жить в квартире, мы решили выяснить у него лично. От комментариев на камеру мужчина отказался и называть свою фамилию запретил. Но часть телефонного разговора для эфира все-таки одобрил. Я готов им продать. У них денег нет выкупить. Я готов у них выкупить. Они не хотят. Я готов продать совместно квартиру эту всю и поделить деньги поровну. И даже не поровну, как бы я от своей части больше, а еще им приплачу. Просто понимаете, мне кажется, у нее адвокат, он ее настраивает против этого всего. Сесть за стол переговоров и попытаться договориться миром – это самый лучший способ в такой ситуации, говорят юристы. Но если это уже невозможно, выход только один. Тут я вижу единственный способ реализации этого имущества и разделять деньги. Но опять-таки нужно согласие органов пеки и общительства. Поэтому, в принципе, у них одна дорога в суд, и надо разбираться с этим, детально смотреть все моменты. Ну а пока разборки будут продолжаться в квартире, за семьей Дурягиных присмотрят полицейские. В городском УВД сегодня сообщили, что по факту повреждений имущества проводится проверка. Еще по одному заявлению Натальи Дурягиной возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, неделю назад, после очередного визита второго собственника, из этой квартиры были похищены деньги. Я именно всю площадь отвоевать не пытаюсь, потому что я дала человеку ключ. Он в суде сказал, что он будет жить. Людмила Алексеева, Николай Замараев, Игорь Трифонов. Новости Вологды.